Ну а служба скорой помощи в ожидании еще одного праздника. Летом коллектив ждет переселения в новостройку. Здание уже готово, идут внутренние отделочные работы, переезд в новое светлое здание, событие долгожданное. Каким будет новое рабочее место тех, кто трудится порой в экстремальных условиях, и тех, кто первый приходит на помощь нашему корреспонденту, рассказали будущие новоселы. Конструкцию делал фельдшер, да, сам. Удачно так, в принципе, и она все еще функционирует. Но сейчас в новое здание у нас пришли новые, конечно, там все. Но мы хотим оставить это как историю. Не только мебель, комнаты, но и само здание скорой помощи можно назвать историческим. В эксплуатацию его запустили в 1933 году. С тех пор в нем побывали разные организации. Служба скорой помощи переехала туда в 2009. Старенькие помещения довольно теплые, но слишком тесные. Медикаменты и оборудование приходится хранить в коридоре. Она здесь проседает, наоборот, эта сторона не проседает, это стоит на месте. Ремонт в здании не проводили давно, но фельдшеры и врачи уже не расстраиваются. Совсем скоро они переедут в апартаменты. Новый корпус площадью более тысячи квадратных метров ждет своего часа. Исполняющий обязанности заведующего скорой помощью Дмитрий Желяков с удовольствием проводит экскурсию по новострою. Вот тут будет скучерская. Здесь 2-15 секций. Камеры вокруг помещения. Ну, надо еще, конечно, очень много работать. Здесь, например, посредственно боксы, где будут находиться автомобили скорой медицинской помощи. Сколько тут машин будет получать? Раз, два, три, четыре, пять. Новые боксы для новых машин. К осени автопарк скорой помощи тоже обновится. Четыре автомобиля класса Б позволят оказывать первую помощь особо тяжелым пациентам прямо на борту. Например, пострадавшим в ДТП. Эти вызовы занимают второе место по популярности. На первом – сердечно-сосудистые заболевания, третьем – онкология и различного рода травмы. Фельдшерам и врачам необходимо периодически обновлять свои знания по медицине. Учебный класс, где будут располагаться различные манекены, учебное оборудование для совершенствования, оказания помощи, обучения персонала. Актовый зал, где мы будем все собираться на различные конференции, доклады и семинары. Душевые кабины для персонала, комнаты отдыха, женские и мужские. Скорая помощь работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. При таком режиме и отдых нужен соответствующий. Обжить новенькие кабинеты сотрудники скорой помощи планируют в июле. В здании осталось проложить коммуникации и расставить мебель с оборудованием. Самое длительное время займет получение лицензии. Ну а потом – долгожданное новоселье. Валентина Чебичек, Роман Делимарский, Телеканал «Север».